Доброе утро дорогие зрители! С вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслист Артём. Здесь я расскажу вам о новом индекс Коперникусе и отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. Начну с последнего, с вопросов. Сейчас многие в комментариях под прежним видео об индекс Коперникусе спрашивают, что делать, поменялся дизайн, не можем войти в свой аккаунт, как быть и тому подобное. Смотрите, да, действительно, индекс Коперникус несколько дней назад обновился. Мы, как и многие пользователи, потеряли доступ к своему аккаунту, то есть мы не можем зайти под своим логином и паролем. Мы написали в поддержку позавчера, наверное, и ждем теперь, что нам ответят, как быть. Но, по идее, должны восстановить доступ, потому что иначе нельзя. Но мы попробовали все равно попасть внутрь, под другим аккаунтом. В предыдущем видео мы рассказывали о заполнении анкеты под сайтифик журналов Polonia University. Видите, нам удалось под ним залогиниться. Кстати, процесс теперь немного изменился. Если у вас остался ваш аккаунт здесь, то при вводе логин-пароля, вы вводите логин-пароль свой, у вас выскочит сообщение, что на вашу почту отправлено сообщение с подтверждением. Вы переходите по ссылке и вас просят ввести новый пароль. То есть они поменяли принцип авторизации. Если раньше был пароль буквы цифры, то сейчас у них пароль состоит из одной заглавной буквы, из цифр, и обязательно нужно добавить какой-то из знаков типа восклицания, собака, там знак вопроса, такого вот рода. То есть это обязательно теперь. Вот мы продемонстрируем вам. Мы залогинились. Видим, что можно выйти в мой аккаунт. Это теперь новая стартовая страница, индекс Коперникуса. Тут добавили EC World Journal, то есть мировые журналы с Копуса. И журнал Мастерлист. Честно сказать, я пока затрудняюсь ответить, в чем разница. С виду обе страницы идентичны. Ну, в общем, я так понимаю, что сейчас еще проходит работа над Коперникусом. То есть они еще по сей день обновляются и готовятся к открытию регистрации. Поэтому, возможно, именно поэтому, возможно, у нас и нет доступа к нашим старым аккаунтам, потому что там проблема может забазать данных какая-то. Как-то так. Я надеюсь на это. Потому что будет непонятно тогда, что делать с теми журналами, которые ранее были зарегистрированы и не могут зайти под своим логином и паролем. То есть создавать новые журналы, так их потом будет две штуки. И два журнала, ну, нелогично, в общем, неправильно. Я надеюсь, этого не будет. Итак, перейдем к регистрации. Заново. Кто зарегистрировался в этом году на 16-й и хотел подавать заявку на 16-й, по факту, это 16-й год. Это вот, ну, в всяком случае, в нашем, как в нашем случае, нам нужно заново подать свой журнал сюда. То есть анкету заполнить, которую мы в предыдущем видео про Копернику заполняли. Мы видим, что вот админ панель наша. Она радикально отличается от той, что была в предыдущей версии. Здесь у нас есть описание про журнал Systems и этого индекс Коперникуса. Есть контактная информация. Появился раздел статьи и содержания. То есть, стало быть, теперь можно сюда добавлять и статьи, и сами, вернее, выпуски, и сами статьи. В принципе, прикольно получается. Эта ссылка у нас не работает. И дополнительные сервисы, типа оценка, 250 евро стоит. Это, чтобы не ждать общей регистрации, да, можно 250 евро заплатить, и они вам сразу, ну, оценят в течение какого-то времени. Не написано. В течение двух недель, вот, написано. Будет у вас импакт-фактор Коперникуса. Ну и MyOrdress, это, ну, собственно, история заказов ваших. Также у нас здесь теперь появилась локализация на трех языках. Русский добавили. Ну, вот, вы можете, в принципе, видеть, как оно не совсем корректно работает. То есть, я надеюсь, ну, вот, видим, да, там, журнал с контактой, сент-контент. Меняем, получили журналы, контакт, и вообще на польском языке, то есть, ну, вот, такие вот косяки, над которыми, я так понимаю, Копернику сейчас работает. Точно так же, где-то и здесь я видел люк с локализацией. Одновим страницу. Так, где-то я его видел, видел и пропал. Ну, да ладно, не суть. То есть, пропал и пропал. Ну, вот, допустим, попробуем на русской локализации удобно. Спасибо Копернику за локализацию. Добавить новый журнал. Открывается наша анкетка. Так, ну, теперь она занимает одну страницу, а не семь, или сколько их там было в прошлой версии. Ну, и существенно меньше теперь данных нужно вводить. Интересно, повлияет ли это как-то на оценку журнала. В прошлой версии, чем больше информации заполнишь, тем больше у тебя индекс Копернику-Сай будет. Impact Factor. А сейчас, как-то, ну, не знаю, посмотрим. Ладно, начнем заполнять. Оригинальное название. Повторю, заполняем на примере Scientific Journal of Palo Alto University. Будем сейчас вместе с вами заполнять это дело. Кстати, еще часто задаваемый вопрос, когда откроется регистрация в Копернику-Сай. Ну, судя по всему, даже из-за того, что они обновили регистрацию, они еще не открыли. Хотя утверждать не стану. Сейчас заполним анкету и дальше перейдем к этому вопросу. Посмотрим, попробуем разобраться. Название на английском. Это было на английском. Оригинальное у нас на польском. Сокращенное название у нас его здесь нет. У вас оно может быть. При регистрации CCN у вас сокращенное альтернативное название идут. Ну, кстати, альтернативное название. Надо... Так. Journal description. Сокращенное название. отдельно добавим английская descriptions было видите да то есть в принципе остался такой же на двух языках заполняем журнал type научный журнал тоже видели в комментариях вопрос по поводу зачем столько категорий в которых журнал включен основная дополнительная основная и тому подобное видим что сократили двух от Коперникуса и двух по меркам Томсона в какие категории вы относитесь к журналу так вот мы видим как оно основной перечень основных оно если на русский посмотрим русского раскладки они есть есть главное научный профиль научные профили главное у нас всего один выбирается это работает нормально а этот ага этих можно выбрать хоть все дополнительные профили научные можно выбрать сколько угодно главное по Томсона ага тут русификации нет и я так понял тоже дополнительная по Томсона вот как-то так страна тоже с локализацией видим облегчили конечно да регистрацию теперь меньше времени на заполнение всех предыдущих страниц уйдет тут можно так понимаю ввести название CCN 1 CCN онлайн и CCN нет сохранить не найдем системы а уже есть зарегистрированный в системе вот так здравствуйте и где он находится то есть по сути то есть что получается что журнал который мы ну вернее это же журнал который мы подали в старой версии он где-то остался ну хорошо допустим где он остался а вот кстати вы видите глюки локализация блин если тут ввести ничего не происходит странно очень даже странно не успеваю прочесть чего пишут откроем переводчик посмотрим даже не скопировалось сложно так ну друзья я не понимаю честно говоря что происходит где находится этот журнал если мы сидим на учетной записи на учетной записи этого как бы журнала и пишет его здесь нет а пишет что есть ну наверное опять какие-то у них по-прежнему остались ошибки с базой данных то есть ну что ж будем ждать снова писать в поддержку на ну-ка сейчас проверим онлайн мы вводили оба ага этот мы добавили так опринт еще раз попробуем этот ассен уже зарегистрованный в системе интересненько интересненько ну что ж да это видео мы оставим остановим до выяснения обстоятельств буду сейчас опять писать в поддержку копернику спрашивать чего делать думаю если у вас получилось под этим же ассеном ну под вашим ассеном пройти дальше регистрацию то просим вас написать нам там или в комментариях или на наш почтовый ящик дабы рассказать как там дальше дела обстоят то есть но сейчас мы в тупиковой в тупике вернее не знаю сколько это продлится ждем тогда ждем ну во всяком случае вы видите вы увидели теперь здесь анкету вдруг кто не мог вообще зайти сюда даже и что предстоит заполнять то есть можно заранее там поводить подумать как чего заполнять то есть вот у нас здесь идет дальше дои наукометрические базы выбираете базы в которых вы есть но раньше можно было и добавить какие-то свои базы а сейчас видимо нет только из списка ну да ладно сайт печатная версия электронная версия бесплатная полная тексты издается с я так понимаю с какого года до периодичность издания и тираж и редакторов добавляем имя второе имя фамилия степень почта отдела страна если это главный редактор ставим точку весь список редколлегии сюда можно добавить институты добавляем свой институт вашего издателя обложкой нажимаем сохранить ну вот кстати подтверждение да что обновили они версия 002 то есть надо следить просто это изменения будут видны когда версия будет меняться логически предположить а там кто его знает ну давайте раз мы уже здесь попробуем зайти в выдание TTC контент посмотрим что у нас здесь есть много текста с английского переводить мы рекомендуем заполнить разделы журнала общую информацию содержание отдельных вопросов библиографии для отдельной публикации а также полных текстов публикации в виде прикрепленных файлов а то есть даже файлы pdf сюда можно добавлять если вы размещаете здесь свою информацию то у вас увеличиваются ваши показатели цитируемости расширяется их ассортимент и ваш журнал становится более популярным в мире науки есть какой-то специальный инструмент для импорта а ну-ка посмотрим на этот инструмент импорт а xsd интересненько я не помню JS поддерживает или нет а ну-ка мы сейчас с вами проверим секундная реклама это у нас версия стоит JS302 то есть третья версия мы ее уже установили локализацию сейчас чистим установили работаем с ней очень отличную систему так импорт экспорт надо пока что здесь мы ну попробуем разобраться потом если можно как-то из этого xsd формата с gs скачать и вставить сюда будет классно время сэкономить но пока посмотрим ручную ручное добавление ну вы видите то что у нас не получилось это сделать вопрос почему ох уж пойдем хитрым путем сейчас еще разок еще разок потому что с польским языком к сожалению у меня плохо так не получилось вот ну-ка удалось скопировать не удалось ну в общем непонятно чего у нас здесь выдает то польский язык знает с удовольствием напишите нам перевод актуально что-то добавить надо о скопировал нормально переводчик для добавления выберите или добавьте дату дату выпуска дату выпуска ну друзья даже не знаю чего сказать где здесь дата выпуска не там смотрю сложно так ну короче в общем да ничего у нас не получилось видео все равно мы оставляем для просмотра оно будет интересно может кому-то популярно надеюсь надеюсь мы на какие-то ваши вопросы ответили возможно мы больше вопросов вам подарили чем ответили то есть не исключаю этот факт потому что на самом деле да серьезно непонятно пока что происходит информация о открытии регистрации нет то есть не на сайте я ее не видел ну вот кстати чего-то есть такие в 2015 году были приглашаем вас представить ваш анкету в 2016 году ну отлично они приглашают нас но непонятно открыли регистрацию ли они и как чего там дальше делать добавить свой вопрос в 2016 года и чего мы тут получаем представитель контекст изменения ну отлично мы пришли обратно в админ панель где мы ничего не можем сделать не исключаю тот факт кстати говоря что в принципе те журналы которые первый раз подаются вот конкретно уже в этой версии даже в этой 0.02 то у них может пройти все успешно потому что сейчас опять на примере сантефик журнала в половине университи мы заполнили тогда анкету но мы ее не отправили мы подготовили ее к отправке поэтому в базе она осталась но здесь она в связи с вот этим вот недоразумением не отображается мы не можем заново добавить этот же журнал с этим же CCN то есть мы как бы место там застолбили но с ними ничего сейчас не можем сделать то журналы которые вот реально там 3 дня назад по-моему или 4 обновился с конца мая начинают первый раз регистрироваться у них возможно все пройдет хорошо уважаемые пользователи если у вас есть такой журнал и у вас получается его зарегистрировать напишите нам у нас будет к вам предложение то есть мы во имя науки если можно если вы разрешите на примере вашего журнала сделаем видео обзор будущим пользователям нашим коллегам ученым у кого будут вопросы о заполнении анкеты то есть если это будет возможно с удовольствием напишите или в комментарии или напишите нам на почту думаю вся наша наука будет благодарна вам за это видео особенно сейчас пока что у нас нет такой возможности также как только у нас появится какая-то информация мы следим за Коперникусом активника теперь потому что нам самим надо много журналов своих сюда подать то есть как только что-то будет мы сразу же запишем об этом видеоматериал выложим подписывайтесь на канал следите за новостями спасибо вам за просмотр всего доброго до свидания